Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в мой старый отель. Я решила подойти к ресепшену и оказывается у нас появилось улучшение. Стоит оно, конечно, 10 тысяч долларов, но учитывая, что у меня есть целых 130 тысяч, я думаю, что мы с вами можем улучшить прелестную ресепшн-стойку. Давайте мы с вами сейчас как раз прикупим это улучшение. Слушайте, а почему у нас тут бутылка? Почему у нас тут бутылка и левитирующая фотокамера и левитирующая бутылка? Эм, плизерики уже добрались до нашего ресепшена? Ладно, хай, наша помощница разбирается, а мы сейчас с вами отправляемся уже... Так, подожди, а мы еще не выбрали? А, вот оно что, я думаю, почему у меня висят внизу выборы ресепшена, я же вроде бы уже выбрала. Я думаю, что мы возьмем арт-деко. Минимализм, ну не знаю, ресепшен Азия, не знаю, давайте арт-деко. Мне кажется, что нам вот этот вариант просто идеально подходит, поэтому... Закрыть, Space, выбираем, все, прекрасно. Но у нас бутылка все равно с камерой левитирует. Ладно, наверное, так и должно быть. Я надеюсь, вам все нравится, и вам тоже все нравится. Все, я пошла наверх. Мы же с вами открыли второй этаж, давайте посмотрим. У нас теперь функционирует вот эта вот кнопочка. Нажимаем F и погнали наверх. Мы с вами еще ни разу не были на втором этаже, мне даже интересно посмотреть. Отличается ли чем-то второй этаж, ну, внешний, или же нет? Может быть, там уже сделан ремонт? Хотя, наверное, надо губу закатать и надеяться, что там сделан ремонт. Ну, не знаю. Может быть, там, конечно, курица нам устроила еще больший переполох. Но мы сейчас с вами посмотрим. Так, наконец-то мы с вами приехали. Вау! Ребят, какой тут холл можно красиво сделать. Знаете что? Мне кажется, что здесь можно было бы, например... Блин, тут окно, вот знаете, вместо этого окна я бы, например, здесь аквариум бы разместила. Ладно, давайте посмотрим. Нам с вами нужно отремонтировать 201, 202 и 204. Я думаю, что сегодня мы с вами начнем с номера Селин. И я очень хочу попробовать все новинки, которые у нас появились. Вы же видели, у нас там огромное количество новой мебели. А это что за место? Это что? Открыть? Вау! Вау, ребят! Я так понимаю, что это что-то будет типа зала, наверное. Это у нас номер 203, а нам нужен 201, 204. Слушайте, а почему у нас тут так мало номеров? А знаете, почему тут мало номеров? Потому что тут, наверное, просто гигантские комнаты. А вы представляете, наверное, на третьем этаже будет что-то типа пентхауса. Так, где 201? Вот и 201. Открываем. Вау! Селин выкладывала в социальных сетях фото с дизайнами интерьера. Ей нравятся графичные обои и черная мебель. Нет, ну в принципе, мне кажется, что у нас трудностей быть не должно. Но сначала, что мы с вами должны сделать? Мы должны с вами сделать оп и пошли все ломать. А вообще, подожди. Почекайте, ежики. Мы с вами, наверное, должны сначала экскурсию устроить. Значит, закрой дверь. Закрываем, чтобы нам никто... Ну, закрой ты. Закрой дверь, а то к нам сейчас сюда гости придут. Значит, здесь у нас вот такая вот большая просторная комната. Здесь у нас спальня. Ну и здесь, наверное, ванная комната. Ваш, капитан, очевидность. Раз Селин нравится черный цвет, я для ее комнаты подобрала черный паркет. Прямо в рифму получается. Теперь давайте займемся покрытиями стен. Я так понимаю, что у нас что-то новенькое должно же было появиться. Обои с рисунками. Так, ребят. Оооо! Смотрите, у нас открылись вот эти цветочки. Лопнувшая труба. Да что ж такое? Сейчас пойду проверю. Только давайте посмотрим, что у нас новенького. Так, вот эти, по-моему, цветочки тоже новые. Этих бабочек я тоже не помню. И вот, смотрите, какие красивые бабочки. Ооо! А вот у нас тут какие-то смоколыки. Это у нас динозавры. Это, по-моему, все было. Слушайте, ну я хочу взять, наверное, вот эти, может быть. Зеленые. Давайте по цветам пробежимся. Вот этот вариант мне очень понравился. Ну, я не знаю. Хотя. Смотрите, тут есть золотой, темно-зеленый, черный. Ну, не знаю. Давайте посмотрим, что у нас есть обои с рисунком. Ну, здесь у нас, как видите, все еще закрыто. Я так понимаю, что вот это был бы очень неплохой вариант. Или же вот. Вот, смотрите, какой красивый. С черным. Но пока что это все закрыто. Это все закрыто. Это тоже у нас все закрыто. Ну, я думаю, что, скорее всего, мы с вами... Кстати, стоп. А давайте посмотрим... Ну, куда ты уходишь? Мы с вами можем посмотреть. У нас, по-моему, открылись панели. Панели. Слушайте, а может быть вот такие панели взять? Может быть взять... Взять. Неплохой вариант. Но я бы взяла, например, вот такие вот панели. И, может быть, черную краску? Как думаете? Мне кажется, смотрелось бы очень стильно. В ванной комнате я использовала вот такую вот черную плитку. А здесь, я думаю, добавить, может быть, вставку из тех деревянных панелей. Давайте посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Стены и панели. Нас интересуют вот эти. Но я хочу, наверное... Блин, а можно... Можно поменьше? Да ладно, а почему я не могу поменьше? Слушайте, а как это так получается? То есть я, получается, могу только... А, нет, все укладывается. Смотрите, все красиво. У нас здесь, получается, здесь будет вот такая вот деревянная вставка. А здесь у нас будут вот такие вот черные плиточки. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас там с трубой. Лопнувшая труба. Но, конечно же, в номере 107. Удивительно, что, конечно, не у графа, но окей. Так, ну что, мы приехали? Нет, мы с вами еще не приехали. Все, уже приехали. Так, 107. Нам нужен указатель, ребят. Нам срочно нужен указатель. Знаете, туда 107-й, туда 101-й, например. 107. Кто из вас 107-й? 105-й? 108-й? 107-й? Ну, конечно. Поверни вентиль. Сейчас пойду поворачивать. У-у-у, они мне решили деньги оставить возле ванны. Отлично. Ребят, смотрите, что я нашла в подвале. Что-то делает блым-блым. И я так понимаю, что это что-то застряло в стенке. Давайте попробуем посмотреть, что это такое. Может быть, я могу сломать эту стенку? Можно мне забрать? О, получить 100 долларов? Я боюсь спросить, чем занимаются наши постояльцы в номерах, если тут такая грязь? Я решила пройтись по нашим номерам. И, ребята, вы только посмотрите. Тут и вода, и какой-то песок, и какие-то, по-моему, камни. Ну что, мы с вами вернулись в номер Селин. Давайте займемся, наверное, сначала спальней. Откуда здесь новая паутина? Да вы что, издеваетесь? Ребят, почему тут так много паутины? Я же вроде все поубирала. Итак, давайте посмотрим, что у нас новое в кроватях. Кровати, 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 кровати. Развернитесь, пожалуйста. Развернитесь, я вас очень прошу. Что у нас новенькое появилось? Это у нас была, 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 была. У нее по дизайну нет вообще никаких пожеланий. Ну, кстати, неплохой вариант. О, ребята, мне нравится. И вот это мне нравится. Но я бы, наверное, взяла вот эту кровать. Потому что, смотрите, тут у нас на изголовье одни узоры. Тут у нас другие узоры. Мне кажется, что лучше, наверное, взять вот эту кровать. Точнее, здесь вообще нет никаких узоров. В итоге мне пришлось еще раз поменять покрытие. Потому что только это более-менее подходило под цвет нашей кровати. Окей. Берем кровать и переставляем вот сюда. Прекрасно. Давайте посмотрим, что нам с вами еще нужно. Нам нужны шкафчики, тумбочки, всякие креслица. Прекрасно. Давайте, наверное, начнем. Слушайте, ну тут же получается как бы тумбочка есть. Давайте, может быть, добавим сразу же какие-то светильники. Заодно проверим, сюда можно светильник поставить или нет. Так, наверное, возьмем... А какую мы лампу с вами возьмем? О, наконец-то, ребята, новые лампы! At last! Наконец-то! Я уже думала, что у нас никогда не появятся новые лампы. Да ты издеваешься, красавица моя! Ну как это электричество отключи? Слушайте, какой красивый светильник. А давайте, может быть, возьмем... Вот этот? Или вот этот? Этот... Починила электричество, потому что я так понимаю, что у нас бы сейчас никакого покоя бы не было без света. Так, давайте теперь посмотрим, что мы можем с вами повесить из... Ну, конечно же, какой-нибудь неон мы с вами вешать не будем. Нет, давайте без неона. Это мы с вами тоже не будем вешать. Вообще, я бы здесь телевизор, наверное, повесила. Давайте у нас будет телевизор в спальне. И, кстати, надо бы, наверное, какое-то зеркало. У нас есть какое-то новое зеркало? Новое? О! У нас есть вот такое, вот такое светящееся... Слушайте... Светящееся зеркало. Смотрите, какие у нас есть красивые варианты. Знаете, что я хочу сделать? Вообще, я хочу вот здесь какое-то зеркало повесить. Может быть, кстати, даже какое-то... Вот такое или... Ух ты! Вообще, похоже на спасательный круг, правда? Можно взять такой, но он очень маленький. Нет, эти я брать не хочу. Я хочу здесь просто разместить зеркало. Давайте, кстати, вот такое вот возьмем. Ровно. И вот здесь я поставлю какой-нибудь шкафчик. Кстати, шкафчик. Я так понимаю, что мы сейчас будем туда-сюда, туда-сюда с вами прыгать. Шкафчики. У нас есть что-то новое? Развернись. Ко мне передом желательно. Ну, кстати, вот этот был очень даже неплохой. Этот я не хочу размещать. Новенькие давайте посмотрим. Ух ты! Ну, ребят, неплохо. Вот этот. Слушайте, этот вариант мне прям очень нравится. Или вот этот. Ну, этот достаточно громоздкий, хотя... Вау! Можно, кстати... Ну, вот эту тумбу, конечно, можно было бы добавить. Есть еще такой, такой новый. Я бы, знаете, какой взяла? Давайте возьмем вот этот. Ну, посмотрим, что у нас по цветам. Потому что у нас сейчас опять будет с цветами беда. Мы с вами возьмем, наверное, полосочки. Может быть, вот такой? Давайте такой попробуем. И теперь пошли цвета. Цвета, цвета, цвета. Цвета с цветами. Тут, конечно, беда. Вроде бы все дерево у нас тут более-менее должно сочетаться. Ну, вот, кстати, неплохой. А иногда я не нахожу нужные цветовые варианты. Да ладно, что? Не влазит? Ребят, ну... Не влазит. Нет, не влазит. Я хотела сказать совсем трошечки, но не влазит. Вот этот, в принципе, неплохой. Но... Может, вот такой? Это маленький. Ух ты! Смотрите, какая необычная форма. Опять он не влазит. А вот этот? А вот этот, кстати, влазит. Ну, он, знаете, так влазит. Слушайте, а может, такой взять? Есть такой, такой, такой. Этот мы брать не будем. Блин, ну, теперь вопрос, какой выбрать шкаф. Мне, в принципе, все нравятся, но эти я брать точно не буду. Этот, знаете, какой-то маленький. Знаете, в итоге я взяла вот такой шкаф. Остальные мне вообще не понравились. А этот, в принципе, смотрится неплохо. Давайте, наверное, сразу же добавим зеркало в прихожей. Зеркало, зеркало. Куда на зеркала делись? Зеркало, наверное, возьмем что-то в полный рост. Может быть, вот. Либо такой вариант. Но это я брать не хочу. Давайте посмотрим что-нибудь из новеньких. Может, такое зеркало? Ну, конечно, когда я подбираю зеркало, должен был появиться плизерк. Подождет наш плизерк. Давайте мы, наверное, вот такое вот большое зеркало возьмем. И, наверное, здесь какой-нибудь пуфик-диванчик. О, какой огромный пуфик-диванчик. А что у нас из новеньких? Что у нас есть из новеньких пуфиков-диванчиков? Значит, у нас появился вот такой диван. Такой, кстати, неплохой вариант. Вот такой. Он что, на кирпичах? А, я подумала, что у нас, знаете, как в 74 есть старые вещи, которые там на кирпичах на каких-то стоят или на книгах старых. Я думала, что здесь точно такой же. Может быть, возьмем блестящий вариант? Я, конечно, не уверена, что он здесь впишется. Давайте хотя бы по цветам пробежимся. Вау, черный блестящий. Ребята. Можно, конечно, золотистый. Нет, хватит золота. У нас и так было слишком много золота. Я тогда, наверное, возьму просто вот этот вот диванчик, только не золотистый, редактировать. Давайте посмотрим, у нас есть вот такой, такой. Давайте, наверное, вот этот вот возьмем. И как раз у нас есть темный. Слушайте, а давайте, может быть, все-таки у нас здесь будет черный и белый. Ну что, прихожая у нас уже готова. Давайте, наконец-то, вернемся в спальню. Нам нужно еще три шкафа разместить, поэтому давайте перейдем вот сюда. И нас с вами интересует, интересует, интересует шкафчики. Может быть, слушайте, раз нам нужно целых четыре шкафчика, давайте у нас здесь будет еще один шкафчик. Наверное, мы телевизор с вами опустим. Вот. И, наверное, мы с вами где еще можем этот шкафчик? Можно, конечно, здесь, можно здесь. Наверное, с этой стороны у нас будет телевизор. Или же у нас здесь будет телевизор? Я даже не знаю, ребят. Здесь или здесь? Привет, чуваки! Мне надо перекантоваться на время соревнований по серфингу. Хочу номер с хорошей аурой. Кент, ты к нам уже приезжал, я тебе уже номер выделяла. Куда он хочет поселиться? В номер 102. Хорошо, что хоть не графа, представляете? Хоть раз у нас наверняка же будет такой вот блондин, который захочет поселиться в номере графа. Нет, в принципе, я не против, но будет смотреться, наверное, забавно. И, кстати, мне кажется, или появилось гораздо больше событий в игре, потому что я каждые пять минут туда-сюда бегаю. Так, 102, где у нас 102? 105, 106, опять я путаюсь. Значит, номер 102 у нас туточки. Отлично. Кстати, я здесь была где-то минут пять назад как раз и забирала денежки. Нам нужно здесь что разместить? Ну, конечно, у нас тут грязно, у нас тут очень грязно. Давайте мы с вами вот это все поубираем. И нам нужно добавить доску для серфинга. Я, кстати, думаю, что у Селин можно добавить, например, какое-то музыкальное оборудование. Но она же к нам сюда приехала вместе со своей группой. Может быть, что-то у нее хранится, а что-то у ее ребят. Так, это нам с вами все не надо. А где у нас? Вот у нас доска для серфинга. Разворачиваем. И мы можем ее, знаете где? А, вот удочки поставить. Все. Я же говорила вам про музыкальное оборудование, да? Давайте мы, наверное, сразу же добавим. Ну, я думаю, что удочку мы добавлять не будем. Слушайте, а может палатку? Ну, допустим, номеров не хватает, поэтому мы же не против палатку добавить. Так, мы с вами можем взять, например, синтезатор. И мы можем его разместить. А давайте вот здесь мы с вами его и разместим. Ну, допустим, они часть оборудования действительно у Селин разместили. Так, здесь у нас будет, наверное, гитара в углу. Вот здесь гитара и, наверное, микрофон. Ну, допустим, может быть, она вообще здесь репетирует. Хотя, мне кажется, наши гости будут вообще не в восторге, если они услышат, что у нас тут по ночам или по утрам кто-то репетирует. Так, электроника. Блин, маленькие у нас такие тут телевизоры. Ну, такой маленький. Ну, как так можно? Вот этот взять. Или вот этот. А ну-ка, развернись. Мы можем его вот здесь, кстати, кстати, разместить. А тут у нас будет зона обеденная. О чем бы и не. Можно взять вот такой диван. Кстати, очень даже неплохой. Можно такой, такой. Ну, мне, честно говоря, вот этот вот понравился. Так, вот этот. Давайте мы, наверное, вот этот возьмем. Только я бы хотела, конечно же, взять... Так, а что у нас по цветам? Это у нас белые... Нет, этот брать не будем. Слышишь, наверное, это опять сумасшедшая курица. Ну, конечно, мы должны заниматься с этой курицей сейчас. Наверное, нас вот этот, да? Интересует? Нет. Вот этот, что ли? Ну, давайте посмотрим. У нас тут есть такой вот светлый молочный? О, есть как раз бимба. Курица может подождать. А вот мы с вами подождать не можем, потому что скоро гости приедут, а у нас еще все не готово. Может быть, нам с вами... Привет! Говорят, что в этом городке водится легендарная рыба. Хочу остановиться у вас на несколько дней. Я же говорила, что огромное количество заданий. Я ранее пташка. Надеюсь, это ничего. Еще у меня несколько пожеланий. Я же говорила, что сейчас мы с вами хоть где-то додобавим вот эту вот палатку. Так, давайте, может быть, возьмем вот этот светильник. Слушайте, ну неплохой же светильник. Ладно, пойдем разбираться. 106 номер и какой-то еще. А, просто первый коридор. Ну и где у нас номер 106? Вот здесь он хочет, чтобы я разместила палатку и спальный мешок. Серьезно? Давайте заберем вот эти деньги. Это все-таки мое. Это мое, мое, моя прелесть, голум. И теперь, наверное, надо здесь поубирать. Давайте мы, наверное, пропылесосим. Вы знаете, вы так неожиданно приехали в гости в наш отель, что мы не успели здесь поубирать. Все отлично. Так, а где бы нам с вами это все разместить? Давайте глянем. Значит, нам с вами нужно палатку и спальный мешок. Ну ладно, спальный мешок занимает не так уж много места. Я только что где-то его видела. А вот палатка, ребят. Сток сена тебе не надо? Не? Мне интересно, кто у нас попросит сток сена? Я хочу увидеть этого клиента. Так, давайте мы, наверное, 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 вот эту палатку, ну, может быть, вот здесь разместим. Вот здесь. И нам нужно, точнее, это у нас спальный мешок. А палатка, куда у нас делась? Палатка, 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 палатка. Ну, ребят, ну, здесь будет. А как иначе? Потом, когда... Эм... Уважаемые... Вы не туда идете, вот ваша палатка. Все, мы справились. Можно теперь, наконец-то, возвращаться обратно. Иногда, знаете, они так забавно застревают где-то в стенках. И действительно, это выглядит очень-очень смешно. Ну что, ребят, давайте возвращаться в наш номер. Значит, что мне осталось? Мне, в принципе... Да, в принципе, осталось со столовой поработать. Ну, еще трошки, наверное, в спальне. Я бы хотела, наверное, какой-то ковер. Но у нас, кстати, появились новые ковры. Но они такие, соу-соу. То есть, у нас несколько новых ковров другой формы появилось. Давайте, наверное, сразу же сейчас ковры и добавим. Значит, здесь у нас будет коврик. Блин, я бы здесь какой-то, может быть, диванчик бы разместила. Ребят, или же давайте... Кстати, давайте здесь два кресла. Но сначала я хочу, наверное, все-таки коврик добавить. Смотрите, у нас появился вот такой вот коврик. Такой, круглый. И, в принципе, все. Я бы взяла, может быть, вот этот. Давайте, наверное, вот этот вот коврик. И, причем, я, наверное, его где-то... Хотя нет, наверное, мы с вами... Понимаете, вот эти коврики неплохие. Но, блин, они такие короткие, круглые. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Либо можно, конечно, два вот таких. Только мы с вами разворачиваем. Наверное, даже вот таких. Кстати, давайте так и сделаем. Мы с вами переходим в Space. Потом я, наверное, возьму вот этот вот коврик. Таб. И меня интересует вот этот вот. Он, вроде как, молочный получается. Значит, раз. И вот тут будет торчать два. Все. Будем считать, что у нас тут один большой длинный коврик. Теперь я хочу добавить кресло. Кресло, кресло, кресло. А, кстати, какие у нас новые кресла? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, экскурсия в креслице. Ну-ка. Это у нас все старое. Старое. Вот новое. Раз. Новое. Два. Новое. Три. Четыре. Хммм. Слушайте, какие симпатичные варианты. И вот такой очень даже неплохой. И этот. Слушайте, я хочу, знаете, какое кресло взять? Я хочу все-таки взять вот это, но нам нужно по цветам пробежаться. Наверное, возьмем вот такой. Таб. И, наверное, возьмем вот этот вот молочный. Теперь давайте займемся столовой зоной. Столовая зона, столовая зона. Это значит, нам с вами нужен стол. Ваш, капитан Очевидность. Давайте посмотрим, что у нас из новеньких. А из новеньких у нас есть вот такой вариант. Вот такой. Такой, кстати, очень даже неплохой. О! Я, наверное, вот этот возьму. Или вот этот. Или вот этот. Ребят, я не знаю. Я не знаю, какой взять. Мне все нравятся. Но этим, наверное, с вами брать не будем. Круглый я тоже не хочу. Может быть, вот этот? Ну, в принципе, он здесь очень даже неплохо вроде впишется. И цвет дерева просто... Просто лялечка. Так, давай посмотрим. Надо, чтобы оно как-то ровненько, да? Оп, 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 оп. Куда-то мы уже съезжаем. Давайте вот здесь мы попробуем. И сейчас не надо так делать. Вот так вот разместим. И посмотрим, что у нас нового из стульев. Стулья, стулья. Аллегри у нас это все было. Лоретта. Виентус. Может быть, вот такой стул взять? Или же вот этот? Или вообще вот этот? О! Ребят, мне вот этот нравится. Да и вот этот неплохой. Ну вот как выбрать? Скажите мне, пожалуйста. Когда у нас такой огромный выбор, как выбирать? Давайте глянем, что у нас по цветам. Значит, мне нужно таб. И мы с вами выбираем вот такой вот молочный. Думаю, здесь у нас будет один стульчик. Так, аккуратненько. Раз. Потом здесь у нас будет еще один стул. Два. И, наверное, здесь у нас... Кстати, можно здесь целых шесть стульев разместить. Так. И вот здесь давайте еще два стульчика. Ну, допустим, вся группа соберется. Они хотят посидеть, поболтать. А у нас тут будет нехватка стульев. Это же будет неправильно. Вот. Смотрите, очень даже неплохо получилось. И видите, вроде практически ровно. Теперь я что хочу сделать? Я хочу взять какой-нибудь журнальный столик. Ладно, я этот столик уже видите, от чего я ахаю. Это мы с вами все видели. Значит, у нас появился вот такой, вот такой, вот такой. Ммм... Неплохой. Слушайте, я сначала подумала, что это какой-то зуб. Вот такой появился. Отпад, чуваки! Я просто покоритель волн! Я надеюсь, что он не покорял волны в нашем подвале. И я очень надеюсь, что он не разбудил графа. Спасибо за такой клевый номер! Оставил там небольшой презент. Всем пиз! Окей, мы потом сходим с вами посмотрим. Но мне сначала нужно столик выбрать. Вот этот мне нравится, ребят. Но он большой. Но мне нравится и этот. А давайте, может быть, вообще вот такой возьмем столик. Ну, вот такое вот классическое событие. Привет! Я готовлю влог о лучших отелях по всему миру. И ваш у меня на примете. Устройте все по высшему разряду. Подготовьте номер по моим требованиям. И я непременно расскажу о вас моим подписчикам. Пока! Так ты же уже прощаешься! Ты же не успела приехать и уже прощаешься! Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Сколько? 23 минуты у нас есть! Ребят, сейчас мы с вами должны быстренько отправиться в 102-й. Но сначала я хочу все-таки отредактировать вот этот столик. Так, наверное, нам с вами подойдет вот такое вот дерево. И мы с вами пробежимся. И мы с вами пробежимся вот это, что ли? Нет, вот это. Вот. Вот это у нас подходящий вариант. И столик будет у нас, наверное, туточки. Нет. Хай будет туточки. Так, побежали смотреть. Ей нужны растения. Настенный плоский телевизор. Слушайте, какой интересный у нас требовательный блогер. И нам нужно 102-й. Эээ, куда? Мастер, нет, самостоятельно. Слышите, у нас еще и лифт сломался. Хорошо, берем. Мне там главное для блогера... Так, никого же нет вроде бы. Мне главное для блогера нужно номер подготовить. А у нас еще и лифт сломался. А вы представляете, приезжает этот блогер. Такая смотрит, первый этаж. Ну, вроде бы все неплохо. Поднимается на этаж там, где номера. И видит вот этот вот весь кошмар. У нас тут курица бегает. Мне кажется, что она, ну, поставит нам мало зерачок. Так что давайте быстренько сейчас все приведем в норму. Значит, ей нужны растения, 4 штуки. Настенный плоский телевизор и камера со штативом. Камера со штативом 102-й. По-моему, нам сюда. Так, сюда. А тут же есть плоский телевизор. А, так тут вообще все есть. Нам осталось только камеру добавить. Изи! Все у нас изи, вери изи. Так, смотрим, смотрим. Камера у нас в электронике. Камера со штативом. Небось, вот это вот огромное, да? Это у нас... А, наверное, вот это, да? Я же не думаю, что ей понадобится профессиональная, как у Селин. Где бы ее поставить? Где бы ее поставить? Ну, давайте, наверное... Вот здесь она становится. Разворачиваем. Ну, не езди ты туда-сюда. Вот. Все. Супер. Мы молодцы. Мы просто молодцы. Давайте возвращаться назад. Это вот эта вот дамочка, для которой мы... Воу. Привет. Она сейчас, наверное, в обморок упадет, ребят. Доброе утро. Я ищу пристанище для создания нового шедевра. И чтобы оно напоминало мне небеса на земле, меня вдохновит номер в синих тонах. Ну, окей. Художник. Как мне и хотелось. Светло, стильно и естественно. Только не жалуйтесь, если после моей рекомендации ваш отель станет слишком популярен. Спасибо, подруга. Я очень рада, что ты нас порекомендовала. Расставьте мебель определенного цвета. Короче, давайте мы сначала сейчас вот здесь добавим четвертый шкафчик. Потому что нам нужно где-то его добавить. И мне кажется, что это местечко просто идеально подойдет. Мы, наверное, знаете, как с вами сделаем? Мы все-таки как-то симметричненько попытаемся все разместить. Ты у нас будешь туточки, ты у нас туточки. Здесь у нас будет какой-нибудь небольшой шкафчик. Шкафчик, 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 шкафчик. И мы с вами просто потом перейдем уже в ванную комнату. Шкаф, шкаф, шкаф. А где у нас есть шкаф? Шкаф, вот. Но нам нужен какой-нибудь очень маленький. Вот что-то типа такого, но не такой. Так, это нам с вами все не подойдет. Это какая-то маленькая тумбочка. А просто шкафчик можно? Ну, ну нет. Ребят, ну это издевательство. Я хотела здесь какой-то маленький шкафчик. Знаете, там чай, кофе попить. И можно было бы что-то здесь поставить. Хорошо, давайте тогда по-другому сделаем. Давайте вот здесь поставим какой-нибудь вот такой вот, например, шкафчик. И это у нас будет, знаете, столик для напитков или еще для чего-нибудь. Кстати, столик для напитков. Только нам нужно, наверное, цвет подобрать. Я решила взять вот такие вот полочки. Они мне очень нравятся. Они, знаете, такие вот самые универсальные. Они везде и всюду прекрасно вписываются. Только вот где бы мне еще добавить? Можно здесь, но не знаю. Здесь у нас зебра. Может быть здесь? Давайте у нас будет здесь. И нам нужно еще две полки, ребята. Здесь, ну здесь не хочу. Здесь тоже не особо хочу. Здесь у нас вообще нота. Ребят, я не знаю, где добавить. Вот здесь наверху? А может быть тогда другие возьмем полочки? Что у нас есть? У нас есть вот такие вот трикутночки. У нас есть какие-то просто... А может быть что-то типа абсолютно обычное? Вот такой вот одинарной полочки? Давайте, наверное, вот такой вариант возьмем. Только мне нужен нужный цвет. Нужный цвет? Это не тот цвет. Вот. Наверное, здесь мы с вами будем подбирать. Вот это, да? Вот это нужный. А, подождите. У нас же вот есть. Все. У нас же здесь есть пустая стенка. Можно здесь либо картину, либо полочку. Ребята, и у нас осталась одна минута. Сто седьмой. А где у нас сто седьмой? Вот. Сколько у нас тут? Десять из десяти. Ребята, я успела. Я успела. Получается, у нас тут уже были голубые предметы. Все. Прекрасно. Мы справились. Я могу хотя бы не переживать. А то я захожу в лицо, смотрю, у меня еще 20 минут вроде есть. А тут опа, и уже у меня две минуты. Не стоило здесь останавливаться. Муза меня покинула, а значит шедевр закончится, не выйдет. И во всем виноваты. Ребята, там же было десять из десяти. Там же была галочка. Вы серьезно? Что вам тут не понравилось? У нас тут достаточно много голубого цвета. Почему в этом номере постоянно появляется паутина? Итак, нам с вами нужно добавить ванну. Давайте посмотрим. Может быть, у нас какая-то новая появилась? Да, ребят. У нас появилась вот такая, вот такая и вот такая. Я думаю, мы можем с вами взять... Слушайте, это точно новая? Мне казалось, что у нас была такая ванна. Ну, давайте посмотрим. А, у нас была вот эта. Давайте тогда вот эту вот новенькую возьмем. Мы ее можем с вами разместить... Ну, например, здесь. Или же мы можем, кстати, ее вот здесь разместить. А давайте, наверное, здесь мы с вами ее и разместим. Потом нам нужно, наконец-то, душевую кабину. А то я помню, что у нас полудушевую кабину никто ни разу не заказывал. У нас есть вот такая, есть вот такая, и все остальные у нас закрыты. Давайте, наверное, возьмем вот эту. И мы ее можем разместить. А где мы с вами ее можем? Ну, вот здесь, например. Кстати, давайте, наверное, здесь мы с вами и разместим душевую. Все прекрасно. У нас тут просто дерево. Да, оно, наверное, попшиканное какой-то водоотталкивающей штукой. Но, как вы понимаете, лучше, наверное, чтобы сюда не ляпало много воды. Так, нам теперь нужна раковина. О, начинается самое интересное. У нас появилась, кстати, вот такая. Ну, развернись. Вот такая. Нет, стоп. Стоп, я куда-то не туда поехала. И еще вот такая. Да. Давайте, наверное, сначала все-таки в шкафчики. Потому что мне не очень нравятся вот эти раковины. Они какие-то очень маленькие. А у нас есть новый? Да. У нас есть вот такой. Вот такой новый шкафчик. Вот такой. Вот такой. Вот такой. И все. И добрый вечер. Ладно. Хорошо. Давайте, наверное, возьмем один вот такой шкафчик. Но, блин, он туда не влезет. Давайте мы его, наверное, развернем. И понятное дело, что нам нужно другое дерево. Слушайте, а давайте вообще вот такое возьмем? Давайте возьмем вот такой. Я попробую сюда сейчас вписать раковину. Но, блин, она, скорее всего, не впишется. И мы с вами сейчас будем плакать. Нет. Нет. Да. Ребят, вот эта раковина, она просто идеально везде вписывается. И вот эта не вписывается. Ну, это понятное дело, что тоже не вписывается. Слушайте, ну давайте, наверное, возьмем мою любимую раковину. И на вот этот вот шкафчик разместим. Как вам идейка? Ну, мне просто тень не очень нравится, новые. Мы теперь с вами должны, наверное, взять какое-то зеркало. Нам с вами нужен... А, еще один шкафчик. Ну, понятное дело, что этот нам не засчитали. Так, зеркало, зеркало. Давайте, наверное, вот это вот светяшко. Зеркало, светяшко нам сюда просто идеально подойдет. Нам нужен еще один шкафчик. Где бы нам с вами его разместить? А может быть, вот как раз здесь какой-нибудь маленький. И на него можно, например, полотешки добавить. Так, шкафчик, шкафчик, шкафчик. А ну, развернись. Где тут маленький, новенький? Понимаете, он здесь даже не доходит. Давайте тогда вот здесь, например, его поставим. Что у нас есть еще из настенных... О, ребят, крючки. Держатель для полотенец. Давайте, может быть, мы несколько крючков, допустим, вот здесь разместим. Это будет у нас не держатель для полотенец, а для халатов крючки. Ну, у нас же где-то халаты должны висеть. Так, это нам с вами все не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо все, здесь у нас все закончилось. Здесь у нас будут какие-то флакончики, потом еще вот такие зубная щетка. Это нам с вами все не надо. Какой-то крем, а это помада для волос. Пардон. Потом мы с вами можем... Полотенце еще есть вот такой вариант, такой. Конечно же, корзина. Здесь у нас будет корзина. Это у нас что? Крем-2. Ну, давайте крем-2. Потом мужские духи. Потом можно бутылочку-1. Потом можно здесь у нас будет, наверное, вот дозатор для мыла. И это у нас что, просто бутылки? Жидкое мыло, стакан для зубных щеток. Давайте мы, наверное, возьмем, может быть... Это ёршик Даша, это не стакан для зубных щеток. Здесь у нас будет раз, а здесь у нас будет вот такой вот, наверное, стаканчик. Что нам с вами еще здесь может понадобиться? Парочка вот таких вот стаканов давайте. Раз, два. И, конечно же, лак для волос обязательно должен быть. Я хочу взять, наверное, вот такой вот светильник. А может быть мы с вами возьмем какой-то другой цвет? Давайте глянем. Лайм. Голубой, может быть, какой-нибудь purple. Давайте какой-нибудь purple здесь разместим. Раз, потом у нас, наверное, еще один светильник будет где-нибудь вот здесь два. И, наверное, в прихожей мы с вами что-нибудь поменьше, 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 поменьше. А есть что-нибудь совсем такое маленькое? Тут можно, кстати, раз и, например, два. Вот. И в прихожей у нас будут вот такие вот светильники. Только они какие-то кривенькие. Иди сюда, пожалуйста. Вот тут у нас будет раз. И ты тоже давай сюда. Нормально? Вроде бы нормально. Что нам с вами осталось разместить? А, нам нужно еще бра. А, кстати, знаете, куда мы с вами можем бра добавить? Бра-бра-бра. Я уже брала вот такие вот брашечки, по-моему, да? Да? Где-то я их уже... Ага, вот здесь я размещала. Мы с вами можем вот эти бра, например, либо здесь, либо в ванной комнате. Кстати, давайте, может быть, в ванной комнате. Ну, вот у нас здесь будет бра. Ну, и в принципе, ребят, мы с вами справились. Давайте вообще посмотрим. Мы здесь вроде как все добавили. Здесь у нас такая вот спальня. Здесь у нас гостиная. Короче, давайте устроим экскурсию. Если что-то я пропустила, то мы с вами как раз можем все это редактировать. Итак, мы с вами заходим. Здесь у нас вот такая вот небольшая прихожая. Здесь у нас музыкальные инструменты. Мы их, наверное, после того, как Селина уедет, уберем. То есть здесь у нас в итоге будет вот такая вот большая пальма. Я не могу ее дальше переставить. Понимаете, в чем проблема? Она не ставится туда. А мне она нравится. Знаете, что мы сделаем? Когда у нас откроются новые растения, мы просто эту пальму уберем и добавим какое-то другое растение. Договорились? Договорились. А еще здесь у нас вот такая вот яркая картинка. Здесь у нас, понятное дело, что есть телевизор. Тут можно музыку послушать. Можно просто посидеть, отдохнуть. Здесь подарок. Здесь подарок. Может быть, мы с вами очень сильно любим эту Селин. И мы решили ей вот такую вот коробочку с сердечком подарить. А внутри ничего нет. Я просто коробочку ей хочу подарить. А вы думаете, там что-то есть? Мне просто коробочка понравилась. Поэтому я хочу подарить ей эту коробочку. И, между прочим, обратите внимание, с черным бантиком. Я знаю, что ей нравится черный цвет. Здесь у нас местечко, где можно просто посидеть, поболтать с друзьями. Можно что-то отметить. Я же специально решила добавить вот такой вот большой стол, потому что тут же может собраться побольше человек. Тут у нас два кресла. Ну, вдруг за столиком не хватило места, и можно вот эти креслица переставить. Здесь у нас синтезатор. Здесь у нас шкафчик. Тут у нас зеркало. Здесь у нас спальня. Я долго думала, стоило ли что-то добавлять на вот эту стенку, ребят. Как думаете? Я тут уже и как-то крутила вот эти вот золотые вставки и какие-то картины. Но я, во-первых, решила здесь использовать черно-белые или картины, где преобладает черный цвет. Вот здесь у нас вот такая вот зебра. Я решила здесь ничего не вешать. Вот вы напишите в комментариях, как думаете, здесь стоило что-то вешать или нет. Ну, здесь у нас понятная полочка, тут у нас есть зеркало, есть вот это вот мое любимое растение, есть, конечно же, телевизор, еще одно кресло. И здесь у нас вот такая вот ванная комната. И, кстати, она мне очень даже понравилась. Маленький спойлер. У нас очень скоро откроются очень крутые предметы. И я так понимаю, что некоторые комнаты мы с вами, возможно, переделаем. Плюс у нас, по-моему, 105-й номер. И смотрите, здесь у нас 201, 202, 204, 203-й. И, видимо, никем не будут заняты. И мы с вами сможем их сами как-то под себя переделать. Я хочу один номер Кавай сделать. Я хочу один номер Кавай, поэтому обязательно тоже с вами сделаем. Ну что, ребят, мы с вами будем завершать ремонт. У нас вот такой вот получился номер. Я надеюсь, что Селин он понравится. Вот смотрите, у нас вот здесь так выглядит. Здесь у нас, конечно же, дверь все перекрывает. Ну и здесь у нас вот так. Надеюсь, ей понравится. Плюс тысяч... Чей-то не Селин. Уважаемый, вы не Селин. Я же говорила, что у нее, наверное, сейчас вечеринка будет. Я же говорила. Поэтому, скорее всего, скорее всего, сейчас у них будет тусовка. В этот раз просто безупречная работа. Спасибо. Вот спасибо, Нюмик. А я долго думала, какой выбрать стиль. Мне почему-то захотелось вот такой вот, знаете, современный, модерн. Что-то вот такое вот. Хотя я думаю, что мы с вами попробуем как-нибудь еще раз использовать вот тот наборчик во дворец. Ну что, ребят, у нас с вами и следующий номер. Забронируйте номер для композитора. Я думаю, что этим мы с вами займемся уже в следующей серии. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok